Россия – самая большая по площади страна в мире. Часто огромные расстояния внутри страны можно преодолеть только самолетом. Да и связь с внешним миром Российской Федерации тоже до недавнего времени обеспечивал в основном воздушный транспорт. Однако мировые санкции, введенные против РФ, нанесли авиакомпаниям сильнейший удар. Давайте разбираться, что изменилось в российском авиапарке. Ведь самолеты, по сути, до сих пор летают? Первая проблема, с которой столкнулись российские авиакомпании после 24 февраля. 720 американских боингов и европейских аэрбасов, а именно столько составляет российский импортный авиапарк, больше не проходят сложные регламентные работы, так называемый «си-чекинг» в компаниях, которые их построили. Более крупные самолеты, как правило, нужно выгонять в сервисные центры, ну, по миру, чтобы там проводилась часть. Этих регламентов могут проводить местные инженеры, а часть регламентов должны проводить инженеры, в том числе или Боинга, или сертифицированные там Боинга, Мэрбаса, в зависимости от производителя воздушного суда. Например, шасси. Не последний узел в конструкции самолета. Без него не взлетишь. И уж точно с неисправным шасси не сядешь. Мы уже понимаем, что когда самолет садится, и мы чувствуем удары о взлетно-посадочную полосу, то это не добавляет жизни шасси. И вот, согласно регламенту, задумано, что некоторое количество взлетов и посадок, и нужно разбирать, смотреть, что шасси там, ну, менять необходимые запчасти. Но даже ремонтные работы и профилактику, которую делают российские специалисты на территории РФ, невозможно производить без соответствующих сертификатов от производителя. После того, как эксплуатанты и компании по поддержке ремонта самолетов, они были лишены сертификатов от завода-производителя на право проводить такие работы, они фактически, так называем, ушли в тень. Говоря иначе, российские инженеры, ремонтирующие Боинги и Аэробасы, теперь не общаются с теми, кто делал эти самолеты, не сдают им экзамены на профпригодность. Российские авиавласти, они позволили этим компаниям продолжать обслуживание самолетов на территории России без наличия соответствующих сертификатов от завода-производителя. Как вы считаете, от этого надежность и качество их ремонта выросло? Были наложены санкции и доступ к оновленным регламентам, к новым каким-то технологиям или к новым обновлениям тех или иных документов или прошивок был ограничен. Фактически, они продолжают такой инерции использовать старую документацию, старые знания. Но кроме технического обслуживания, нужно регулярно менять сломавшиеся запчасти. Да, кроме того, что российские авиалинии начали разбирать часть своего авиапарка на запчасти, они делают то же самое и со старой техникой в Азии и Африке. Старые запчасти, которые еще могут иметь остаточный ресурс, например, еще сотни или тысячи часов налета, они снимаются и фактически исчезают на этом рынке. Их могут даже списать, что они просто непригодны, и просто их вывозят на территорию Российской Федерации уже из этих стран. Но, конечно, никому не нужно объяснять, что запчасть, снятая со старого самолета в Африке, это не новенькое комплектующее от Аэрбаса или Боинга. Российский специалист, которого больше не учат, как чинить самолет его производителей, ставит на пассажирский лайнер бэушную деталь вместо новой. Вы еще хотите взять билет на самолет в России? Правда, в Российской Федерации есть еще довольно серьезный авиапарк самолетов отечественного производства. Но двигатели там французские. Речь идет о самолете сухой Суперджет около 150 бортов. На сегодняшний день находится в эксплуатации. Но буквально несколько недель назад французская компания, которая отвечает как раз за обслуживание и поддержку двигателей для этих самолетов, отказалась проводить их поддержку и техническое обслуживание. Это говорит о том, что ближайшие 2-3 года эти 150 самолетов тоже, скорее всего, окажутся непригодными для безопасной эксплуатации. И тем не менее, все задачи с перевозкой любого количества пассажиров Российской Федерации все еще может успешно решить. Для этого нужно просто перестать летать самим. Надо же помнить, что туда летают турецкие авиалинии. Это крупнейшая маршрутная сеть в мире. Туда летают катарские авиалинии, эмирейтс, на все авиакомпании «Меделлиста». Туда летает белорусская «Белавиа». И вот сейчас мы услышали, что они решили открыть для себя Грузию. А Грузия тоже выступит, наверное, ближайшим хабом, на самом деле, для развозки России. Более того, если Госдума примет специальный закон, разрешающий иностранным компаниям летать по внутренним линиям, то даже оленеводы из Якутска смогут безопасно добраться до Москвы какими-нибудь турецкими авиалиниями. Решение у них есть. Оно совершенно невыгодно для их отрасли. Оно ее убьет. И она работать не будет. Но, наверное, будет в таком ключе происходить. Если, конечно, цивилизованный мир не ведет санкции против иностранных авиакомпаний, обслуживающих кровавый путинский режим. Если же на них надавят, то Российскую Федерацию ожидает небывалое развитие железнодорожного транспорта. Ну и, конечно, лошадей никто не отменял.